Мы воспринимаем технологии как что-то само собой разумеющееся, но не задумываемся о том, что за каждой из них стоит ученый и настоящая история научного подвига. Сегодня вместе с Samsung я хочу рассказать эти истории. Дайте угадаю. Вы, наверное, думаете, что если человек за всю жизнь получил несколько тысяч патентов в детстве он был гением, любимчиком учителей. Правильно? Вовсе нет. 1854 год. Уже открыты все большие планеты Солнечной системы. В Европе и Америке вовсю ездят паровозы, а Чарльз Дарвин дорабатывает теорию происхождения видов. И в тот же год школьный учитель говорит юному Томасу Эдисону, что он абсолютно безнадежен. И что может в школу больше не приходить, потому что мозги у него явно в смятку, и что он ничего больше в жизни не добьется. На самом деле маленький Томас обладает дивергентным мышлением. Его мозг генерирует сразу множество идей, и они скачут как попкорн на сковородке. Поняв, что в школе ему не место, мама берет его на домашнее обучение. Теперь он целыми днями читает книги дома и исследует мир самостоятельно. Иногда это приводит к печальным последствиям. Он по ошибке травит соседскую девочку, скормив ей кашицу из червей. Как-то раз он так увлекается изучением шмелиного гнезда, что не замечает, как его атакует баран. И сжигает товарный вагон, который был его временной лабораторией. В 16 лет Эдисон становится телеграфистом. И иногда забывает отправить сообщения из-за возникшей в голове идеи. Особый склад ума заставляет его часто менять работу. Попутно Эдисон постоянно улучшает окружающие его предметы. В 22 года он приспосабливает телеграфный аппарат под передачу биржевых сводок. Теперь информация до брокера долетает со скоростью света. Это делает торговлю быстрой и удобной. А самому изобретателю помогает сколотить состояние. С этого момента он живет только с продажи прав на свои изобретения. Больше никаких опытов в подвалах и вагонах. Эдисон открывает свою знаменитую лабораторию в Менло Парк. Это настоящий стартап, где изобретательство поставлено на поток. Здесь он произносит первое в мире «Алло». Во время работы над телефоном он напевает песни от звука, припаянная к диафрагме игла начинает дрожать и колет изобретателю палец. На этом моменте к ним приходит идея. Если записать колебания иглы на пластинке, а потом снова провести иглой по записи, то пластинка может зазвучать. Это и становится началом эры звукозаписи. А Эдисона считают волшебником, способным заставить ящик не только говорить, а даже петь. Сегодня фактом записи звука уже никого не удивить. Мы живем в эпоху таких технологий, как «Саунд Плюс» от «Самсунг», который в мельчайших подробностях передает и звуки дождя, бьющего по стеклу, и сложную музыку симфонического оркестра. Поэтому, когда вам скажут, что вы безнадежны, вспомните Томаса Эдисона. Тот факт, что его выгнали со школы, не помешал ему совершить невозможное и стать величайшим изобретателем в истории.